так ребята всем привет вы на канале бура гараж 35 вот очередной бложек и в этой серии мы будем разбирать как и говорил кота маленечко уже под раскидали и нам уже по сути дела стала ясна причина почему не работает двигатель изначально я предполагал что 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 лопнул ремень два раза подряд лопал ремень и намотала ниток от ремня на сальник то есть сальник изорвало и думал что сальник пропускает но по факту парни тут все печальнее мы видим что у нас пришел поршню и соответственно вот так вот если заглянуть то вот здесь краешек видно что еще пришел цилиндр с этим цилиндром принципе еще ничего то есть ну есть за девочки на юбке поршни но в принципе может еще походит но думаю что может тоже будем ремонтировать причиной такого задира да может быть два два варианта на этом моторе suzuki b80 да это arctic получается у нас на коленвалу это первая причина до которая не такая более правдоподобная на коленвалу его прикрученные балансиры то есть не балансира даже наверно скорее всего это вытеснители то есть две пластинки металлические не металлические не знаю я первый раз буду такой мотор разбирать просто как бы по каталожным номерам смотрел на коленвал смотрел и на коленвал прикрученные вытеснитель на три болтика возможно один болтик открутился и прилетел вот так вот как бы промеж ну поршня и выхлопного окна его закусила да это первый вариант второй вариант это более правда право в до подобные штифты то есть если заглянуть еще раз серый подними еще раз вот мы можем видеть сейчас парня отвертку возьму но это все предположением до того как я не разобрал мотору интересно да по фантазировать вот мы видим вот в этом месте вот куда показывают верткой это у нас поршневое кольцо замок поршневого кольца по факту замки поршневых колец должны быть с другой стороны то есть верхнее поршневого кольцо замок должен быть вот с этой стороны нижняя поршневая вот с этой стороны она находится здесь в итоге из поршня вывалился штифт ну замок поршневого кольца до штифт и в итоге кольцо провернула его задрала выхлопное окно ну естественно получилось такая вот причина то есть по факту там вот произошло то же самое то есть подорвало башку поршневых как то вот так сейчас будем разбирать сама самая сложность будет у нас в том что то есть но естественно как я говорю мотор такой у меня первый раз ну там болты и гайки это все тут тоже это товарищи марокканцы марокканцы американцы все на торт сах ну торс а это не проблема и самая главная проблема для меня будет открутить вариатор то есть частная будет открутить посмотреть какие резьбы то есть сделать изготовить на нашем токарном станке изготовить съемник и как-то его снять то есть снять вариатора потом вытащить двигатель мотор будем вытаскивать полностью но первоначально его на вопроса помыть отмыть до чтобы было красиво потому что снегоход делаем для себя то есть это снегоход будет кататься у нас компании поэтому надо сделать все красиво ну и во вторых посмотреть раму под низом может где-то лопнул отрез но если что сразу подварить ну и все равно низ мотора думаю что надо вскрыть посмотреть подшипники потому что на этом моторе подшипник со стороны вариатора птошный да он работа прямо там стоят два ролика подшипника со стороны магнета стоит внутренний обоймы подшипник роликова со стороны птс стоит подшипник роликовый который работает прямо по шейке коленвала поэтому надо все-таки снять и от дефектовать что там с ним может быть неладно все начинаем дальше разбирать вытаскивать двигателя и уже покажу на процессе ну когда вы не мотор покажу процесс на сборке ну и так по мелочи тоже до серый ща подергал тут вот новую втулку на вытащить туда сделать что пролюмутался сам рулевой вал вот это всю порнографию убрать усилить ну по новой выварить кусок трубки на варим посмотрим на вычине вот это место чтоб руль не болтался марокканцев смотрите какой прикол до берем ключ на 13 вот вроде бы болт на 13 включим 13 шататься берем ключ на 12 они лезят по факту короче тут не 13 и не 12 12 с половиной то есть я не знаю по по ходу дела все в дюймах то есть даже вот например если взять 10 ключ вроде бы как смотришь на болтик он под 10 ключ на 10 ключ здесь вот так вот века берешь 9 ключ он сюда не лезет тут по факту девять с половиной для этих вот это пиздец проблема короче это приколы марокканцев и соответственно как и говорил загвоздка у нас вышла с вариатором центральный болт пришлось съездить купить торкс это у нас т-60 т-60 сам болтик резьба 14 полторашка вот такой бог вот и получаться есть у меня съемник для рмс 550 500 принципе съемник все по габаритам все то же самое только на съемнике резьба по моему 125 то есть она не закручиваться да если взять 125 резьба мер и приложить что резьба совпадает то есть на съемнике 125 на болту у нас по моему полторашка а вру здесь на болту правильно тоже 125 но съемник у нас закручиваться так сейчас покажу конструктив съемника да то есть мы видим вот если там сама днище получается вот посмотреть то там есть резьба для болта который держит вариатора а вот здесь вот в этом месте вот в этой втулке есть резьба для съемника то есть берем мячик 14 полтора у нас резьба с мячиком совпадает мяч закручивается поэтому сейчас поедем к токарю к токарю я уже начеркал ну как и заметили то есть габариты съемника размеры это будет съемник под котовский мотор почему не выдачи съемник на своем станке у меня не получается то есть у меня подключен просто на три фазы но хотя есть частотник все не могу перед переключить токарник на частотник токарник режет резьбы 08 единицу 125 у меня куплен комплект шестеренок гитару то есть у меня можно резать полтора 175 и 2 шаг но короче без частотника все это быстро то есть не раз пробовал вроде бы как получается но короче не фонтан то есть и нету плашки такой ну и соответственно съемники я думаю что резьбу лучше нарезать лучше нарезать этим самым резцом она будет качественнее чем например метчиком нарезать как-то так сейчас приедет товарищ и поедем к токарям попробуем не попробуем а изготовим съемник пацаны и вообще ребята моторчик как видите сняли ну и тут у нас как я и говорил да то есть вот такая вот все говнище сейчас это все вычистим а тут оказывается сама можно было это конечно вычислить все снизу открутить поддон он там на торпсах тоже прикручен но нам надо было убедиться сейчас откроем конечно посмотрим посмотрим может где-то лопнула рама может где-нибудь лопнула рама поэтому надо все отмыть посмотреть вот эти места например допустим выпрямить это уже отъедков полученных уже все сюда загнулась как-то так вариатор не сдавался сразу вот он лежит на столе то есть он как и на барпике то же самое сидит на конусе изготовили мне пацаны сначала вот такой съемник ну как вы видите он немножко маленькая по дизогнулся то есть этим съемником я его не мог не мог снять сам на своем станке выточил вот такой съемник единственное что не было плашки у меня 14 полтора сходила соседа попросил плашку сделал съемник приварил гаечку и вот этим съемником уже снял этот съемник сделал из рулевой тяги автомобиль так и получили вот такой результат все чистенько все красивенько как и говорил то есть обязательно нужно открывать потому что вот в этом месте это у нас три болта 1 2 3 здесь крепится кронштейн с такими подушками на которых висит мотор да и вот эта подушка нижняя то есть этот болт он как бы оторвался еще не полностью но шевелиться это все дело шевелится это как раз получаться когда в момент трогания или в момент наваливания газа то есть мотор пытается ну вариатор пытаться стянуть мотор коробки коробка стоит жестко да тут как бы такой корпус жесткий и вот это получилось самое слабое место то есть надо вычинить трещина вот до сюда и вот это место и и вот здесь по сварке как бы вот видно что идет трещина эта фигня что заварится все сделаться ничего страшного в этом нету то есть заварится с этой стороны сделаем косынку небольшую усилитель и все будет четенько под выпрямил вчера уже здесь выколотил эти места немножко поддон уже тут поддон тут уже не выпрямить он пластику жесткий как то так все грузим в телегу и поедем за этот поставим гараж моего привезем сюда по мотору по мотору правый поршень цилиндры я уже показывал на на может не показывал но это покажу это вот отдельная серия по восстановлению ротокс 800р етек коленвал все нормальном состоянии но это когда при покупке только ну когда покупал снегоход смотрел только на сцене коленвала по сути дела что заданным цилиндра это меня не сильно волновало по подвеске и по задней части рамы все хорошем состоянии включая даже склизы склизы не стертые рельсы не лопнутые все идеально на на технологии с бампером это все снимется уберется сидение весь пластик все есть все есть снегоход как я показывал немножко битый наверно был потому что поддон подклеен оторвана регулировка амортизатора и вот эта боковина пластика нова стоит нова стоит боковина пластика и сломан руль был вот в этом месте видно следы ремонта как-то так сейчас план капкан снять с него вариатор ведомый вариатор я уже вытащил вместе с валом ведомый вытащил вместе с валом чтобы снять ведомый вариатор но если кто не знаю да например там вот сюда одеваться скобка под один болт под откручиваться чтобы подшипник не вываливался скобу откручиваете с этой стороны вынимаете заглушку коробки и откручиваете вал вот таким болтом он прикручен откручиваете вал получается и аккуратненько его можно с этой стороны выбить а можно с той стороны подергать и вариатор выйдет до в коробке упадет звездочка с цепочкой поэтому лучше его немножко как бы выколачивать с этой стороны как-то так сам ведущий вариатор тоже на сейчас снять потом чтобы не мучиться потому что это все дело прикручено на фиксаторах резьбы вот таким болтом болты с обыкновенной резьбой и этот же болт набор пехах на таких вариаторах он является съемником можно сказать так съемником для снятия гидро гидро ударом так так называемым то есть смотрите в чем фишка болт начинаем закручивать сейчас мы его закручиваем данный момент в тело вариатора то есть в неподвижную тарелку вариатора вал крутим 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 и сейчас будет такой момент вот он то есть вот резьба прокрутилась и болт начал болтаться то есть промеж резьбы в самом самой неподвижной тарелки и промеж резьбы в коленчеством волос есть полость она не большая она она есть вот она до полость дальше у нас резьба пошла вариатор но она сейчас плохо закручивать потому что там остатки еще пиксатор резьбы то есть изначально когда у нас вариатор прикручен был закончен до конца этот болт у нас включен в сам коленвал то есть да и вариатора неподвижная тарелка сидит на конусе то есть мы из вариатора его из коленвала выкрутили и остается вот такая полость процесс снятия как бы это придумано в принципе неплохо инженеры подумали когда делали этот вариатор подумали над тем чтобы это было все ремонтно пригодно как бы можно по сути дела вот я снимал дату и сделал съемник под артикет вот этот а вот этот съемник под до рима за 550 рима за 500 по факту здесь тоже должна быть нет здесь нету а можете есть на смотреть но вот например на 550 ротоксе есть еще резьба вот в этой части вариатора как то так то есть можно при принципе снять это все дело и вот таким съемником но проще сделать гидроудар берем чайник он из чайника загибаем поднимаем немножко на бок такого угла в принципе достаточно и заливаем водички пока она не потекет так воды заполнили берем болт с предварительно намотанной лентой фум вставляем ничего страшного что она вытекла берем головку она не получится не получилось мало намотал дубль 2 подливаем еще раз водички можете как бы наматывать настолько можно намотать столько что будет плохо закручиваться вот поэтому как бы вот сейчас год нормально должно быть так теперь нужно нам застопорить коленвал кстати могут быть проблемы смогут быть проблемы потому что нужно сунуть чтобы застопориться застопориться в этом положении у нас блин я даже не знаю куда подставить куда подставить ключ можно вот так вот думаю что этого хватит парни не фортанул еще раз просто пока ждал пока ставил ключ стопорил вода просочилась две попытки было с лентой фум не получается видно резьба остро и просто напросто режет режет ленту фум но ничего страшно у нас есть нитка с ниткой она попрочнее водичка у меня уже там залито с ниткой должно получиться лучше так и сразу выставляем опору да как говорил ну и начинаем вращать так сейчас я вас вот так поставлю сделал импровизированный штатив нехвата основной пробовать красотища ну так вы увидели да все отскакивают все идеально к конус ничего не портится все офигительно если выкрутить болт ну то есть вот он видите даже не этот болт не дошел до коленвала до сюда до полости коленвала все отскакивают это хорошечно сейчас сейчас на выкрутить и выкручиваем вытаскиваем и если посмотрим тут где-то на этом вариаторе нету а кстати на на 550 моторах вот здесь еще есть резьба в самом начале она идет 125 и она чтобы пользоваться съемником на этом моторе такого нету но тут как я и сказал болт выполняет функцию самого хорошего съемника с помощью гидроудара так чтобы располовинить две половинки две половинки закручиваем съемник обратно ну не съемник болт обратно закручиваем обратно а главное какое место мы поднимаем почти что до конца желательно закрутить вот так вот да закрутили принцип такой это у нас неподвижная часть это у нас подвижная часть соединены они вот на этой железяки есть внутренние шлицы она неподвижной части именно на валу есть наружные шлицевая это все дело обычно ржавеет вот по этим следам видно что тут ржавчина внутри есть сейчас нам надо просто-напросто немножко приподнять от пола до держа в руках и суда стукнуть там кувалдочкой просто даже не сильно ну кувалдочкой стукнуть или же можно чтобы не портить болт так медным молоточком постучать такого на ютубе вы больше не найдете смотрите загвоздка имеем вариатор имеем вариатор дан имеем центральный болт берем вот так вот вариатор приподнимаем берем вот такой инструмент кого тим по болту и вариатор должен разобраться но фиг там он не разбирается то есть шлицевая настолько заржавела что он не строги ваться нисколько не хочет идти план действий такой 6 шестигранников торгс ставим сначала так это все дело собрано на фиксатор резьбы берем медный молоток обстукиваем это все дело это для того чтобы сорвать фиксатор резьбы дальше дальше выкручиваем все эти шесть болтиков сейчас будем приспосабливаться изготавливать съемник для разбора у меня такого нету потому что на предыдущих снегоходах которые были все разбиралась на этом снегоходе не разбираться это все из-за того что его на на скорее всего никто не разбирал никогда не служила и со временем попадает вода откуда попадает вода это у нас тайл талый снег стекают подшивки стекают с обшивки и попадают соответственно нашли цевую и лицевая у нас прижавела нас не дальше так это я еще не знаю сам получится у меня так или нет по сути дела о так по сути дела вот вариатор так назнать еще сделать еще так у нас вот есть стрелка есть метка берем кернышко вот так вот и здесь закерниться чтобы нам потом были метки и вот на этой части была метка вот такой кружок на этой части не было тоже закернил на всякий случай хотят и половинки балансируется на она отдельно но все равно закернить лучше закернить так сейчас буквально три секунды закернил зубило затупилась так возьмем тогда треугольный надфиль и просто-напросто вот кернил и зубило керно затупилась то есть это часть нормальная калена уберем треугольный напильники вот здесь так сделаем запильчик это нормально ничего страшного от этого не будет то есть главное чтобы он был заметный для вас все сейчас то есть это у нас часть стала отгибаться отгибаться стала мы закрутим этот болт закрутим этот болт на место опять же контролировать надо будет резьбу чтобы чуть-чуть чем он докрутить вот так вот отожмем отожмем часть вариатора сюда подсунем плиты десятку и на прессе выпрессована аккуратненько вариант с прессом отметаем отметаем почему сейчас расскажу вариатор у нас 21 сантиметр в диаметре до хотя у меня пресс и сделан что он у меня раздвигаться на 22 можно еще там миллиметров можно еще сантиметр добавить да во первых надо то есть конструктив под эта штука то нам не сейчас отжата там да есть еще вал выступ во первых надо сделать ну вот такие плиты до плиты с вырезом хотя у меня есть тут в углу стоит он даже есть толще можно вот из-за то есть 12 плиты вырезать все фигня то есть есть плазморез плазморез подключить это дело там 10 минут это все изготовить вот но проблема еще заключаться в том что я даже не знал по факту а оказывается на этих вариаторах есть демпфер о как для я даже не замечал никогда что он тут есть то есть сверху металл он приклепан к получается вот к этой ступице через демпфирующую резину это все дело прикручиваться к вариатору ну да вот то есть если просто например листы металла подсунуть то можно просто-напросто демпфер изогнуть демпфер загнуть и все вариатор вы конечно помойку но он работать годно будет бить кривите короче все это фигня получится так все сделаем как мы господи зажало ну в итоге сейчас вынем это все не все фигня 1 1 ногой не получаться нажать так сейчас вытачим на токарники вот такую плюху по диаметру вот по этому диаметру разметим 6 отверстий 6 отверстий их просверлим а центральное отверстие у нас будет глухое изготовим подожди все таки будут опачки это все дело у нас это пластина у нас прикрутиться сюда за круг перекроет вот это отверстие изготовим вот такой съемник как делали на артикет он с такой же резьбой по сути дела но он вот этот артикетовский он сюда торчит да вот мы сделаем точно такой же съемник только что немножко его покороче чуть подлиннее резьба будет и просто-напросто как бы съемником упрёмся в эту нашу пластину импровизированную и раздавим их и для себя то есть я один раз сделала съемник и потом он вот получится каком снегоход с такой же проблема что не разбираться вариатором не съемник будет нужен поэтому и страчу немножко времени но все-таки сделаю себе нормальный съемник когда как как вам когда есть инструмент то ремонты не вызывают проблем да как то так вот такое качество реза соответственно в руками да то есть без всяких оправок вот такой шлаг получается металл десятка говорил и этот шлаг грубо говоря она так раз по боку стучишь отвалит то есть он не этот не такой не так прилипает как например от газового резака и соответственно да то есть эта сторона у нас здесь шлак висел тепленько детали не так греются кстати как например газорезки вот с этой стороны шлак был с этой стороны резку ну естественно до руками то есть вот тут вот у меня не это что-то залипла не получилось не фортанула все еще переходим на токарничок и будем точить как точить буду не буду показывать уже покажу готовый результат потому что я только ряд бога и это все долго то есть видео еще будет на полста вот такая плюшка у нас получилось прикрутил уже ее на 6 болтиков не родные до под шестигранник болтички потому что здесь у нас еще там торчат заклепки почему под шестигранник потому что они хотя бы 88 то есть класс прочности у их 88 так дальше не охота мне изготавливать целый съемник я немножко пошел по другому пути то есть есть готовил вот такую шпильку она у нас получается переворачиваем вариатор берем эту проставку закидываем закидываем вариатор и она у нас тяжело держись вот она у нас здесь появилась она сейчас но я потрясти на туда попадет он провалился и он примерно плюс-минус до середины резьбы берем стандартный болт хотел это все делать сделать шариком еще так эту шайбу уберем не нужно вот так куда включена 19 19 щетку ну я думаю что сейчас мы будем а не на 19 взял до новость на 22 22 болта 21 21 болтаться на 20 на 21 21 значит это тоже дюймовая не делать потому что 21 болтаться на 20 так 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 сейчас попробую парни круто ну но думаю что это все дело разберется то есть мы этим болтом будем толкать ту оправку соответственно она у нас упираться вот здесь упираться в шайбу и это все дело вынес не вынятся дальше будем дальше будем чем придумывать бом тащить тогда съемник не хота тащить съемник поэтому как-то так трещотка не смог провернуть просто-напросто настоящий прилип в это все дело гайковертом слабеньким на 360 ньютон по моему чик понял это другой вариант не понял я почему это понятно почему он не слеза то есть на например на скандиках на скандиках вот точно такой же вариатор вроде бы с виду такой же вариатор с виду у его вот здесь лицевая и там правильно в том вариатор еще есть резьба на скандиках это на 550 моторах а тут видите сидит вариатор на конусе поэтому я не мог его сколотить то есть чтоб с конуса сорвать это надо неплохое усилие как-то так из-за этого они не откручивался не поддавался мне что он на конусе ну ладно хотя бы сделал съемничек сейчас вот все уже следующие разборки будут гораздо проще раз да проще будут следующие разборки все идеально болтичек все четко то есть я то думал тут шлицевая видите как бы первый раз не до этого я такой ну именно от горников не разбирал поэтому поэтому не знаю так предположительно что так что 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 очки 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 да вариатор на будет будет точнуть отвести пацанам на большой станок проточит сейчас покажу почему потому что он уже поработал уже уже пора бы ему даже на проточиться видите какой здесь то хвосткости как таковой нет уже вот такая вот канала здесь выработка соответственно выработка на этой тарелке и ну естественно и на этой тарелке она есть у этой тарелки тоже есть канавка ветер если все можно убрать из канавка еще небольшая буквально полмиллиметрика и он вот по миллиметрика пыльнуть с таким же углом и вариатор бот как новый у нас следующий день снегоход мы почти что подготовить мотор вытащили мотор вытащили получается как я и говорил помылась отмылась хотя грязи немного то есть вот здесь рама лопнувшая немножко на подварить это крепление домика вот здесь у нас получается трещина это сюда прилетел домик значит домик если целый стоит новый значит он менялся получается вот как то так но и видно что вот например здесь у нас все заводские заклепки а вот здесь уже днище приклепана на обычные на вытяжные но вот здесь варить приезжал ко мне аргончик лёха он сказал все равно на все расклепывать но это ладно это уже мелочь парня поэтому снежек у нас уезжает в другой гараж мотор с него ну не с мотора вот остальной мотор наверху лежит и будем разбирать будут два отдельных ролика по артикету и по и т.к. 800 вот этот мотор приехал с великого стюга великого устюга и здесь получается заклинил коленвал ну вот видите даже стоит шатун шатун заклинил коленвал иголка 1 телепортировалась в поршень сюда вот она торчит ну и соответственно остатки остатки тут иголки в этом по моем поршне да тут куски сепаратора вот внедрились сюда заклинил он скорее всего из-за того что вот видите рассыпался подшипник то есть тут и шариков не хватает а вот это было здесь в сальнике то есть это сепаратор мое предположение такое что начал сначала разваливаться вот это 36 подшипник из него вылетел сепаратор сепаратор каким-то образом кусочки попали в нижние шатун шатун с естественно приклинил или же наоборот этот подшипник начал очень сильно греться тепло начало переходить в естественно в нижний палец шатуна и этот подшипник подклинил то есть два варианта два варианта этот шатун еще вроде бы даже в нормальном состоянии но осколки осколки прилетели в в обе в оба криво шипа так скажем то есть оба поршня побиты головка тоже исход цена обе по моим головки исход цена обе головки видите в них прилетала цилиндр хозяин сказал может быть под расточку но под расточку о видите какая борозда она примерно верно плюс-минус один миллиметр глубиной поэтому и цилиндры меня то есть с этого мотора оставить столько картер запчасти у меня уже все на его приготовлены будем им заниматься то есть следующая ну в одной из следующей серии будет два мотора один вот великий устью в другой в тобольск будем собирать так и поршень смешно не смешно приобрел себе посудомоечную машину блять вот такую это у нас индезит и как видите уже загружена детальки на мотор пробовал мыть но машина короче не этот сама не работа не работает она нет я когда привез мне хозяин конечно когда продавал я сказал что она типа не греет воду вот а по факту получилось так что она воду набирает но нету ни давление ничего не не греет воду вчера разобрал двигатель и уже как бы ну как видите уже стоят втулочки это уже я вытащил новая втулочки вытащил из цветного металла бронза по моему потому что латунька и нет не суть важная но такой пруток бы наверное это бронза скорее всего а были тут втулки вот такие и это у нас парни графит это у нас графит ее износило это еще втулочка вот более менее состояние вторая которая у нее потерялась она уже очень сильно выработалась но вот видите вот вот такое такой зазор появился и все это приводило к тому что стоит у нас сам якорь вот там найти в . втулки изношенные блин сам трансформатор короче стоит сверху так одеваться то есть он непосредственно с водой не контактирует и получалось так что якорь просто-напросто прилипал к одной из стенок и сама клетчатка не крутилась то есть эта деталь вот так сюда была насажена это все дело не разборная но если вот здесь просверлить отверстия и выколотить оттуда ротор это все разбираться то есть разобрать можно все изначально я думал тенни работа оттен я проверил все нормально идеально греет сразу же включаться а потом напрямую подсоединил вот короче напрямую подключил трансформатор он просто мотор как ну этот к одному боку немножко дергаться все и я еще обратил внимание когда ее купил сразу же то есть она бьется током билось током вот это билось током она из-за этого как-то так все пацаны на этом будет все сейчас соберем машинку только осталось не собрать машинку и попробовать все таки и запустить интересно попробовать то есть да хотел у меня вот если ну вот это стоит два листа нержавейки я хотел сделать но самодельную мойку то есть она бы из себя представляла коробку коробку до ванну в ней бы была корзина крутящаяся приводящаяся от как его от моторчика дворника там лежат запасными штук 5 на лежит от моторчика дворника приводилась бы в движение корзина циркуляционный насос обычный которые ставят на отопление таким бы насосом нагнеталась бы давление стояли бы две с двух сторон и лейки обычная душа этими лейками бы просто как бы то есть детали заложил и они бы от макали там но в течение 10-15 минут моющее средство было бы деталан соответственно снизу дуба был бак стенам деталан бы подогревался и с помощью насоса или это все бы от макала а после что не отмылась большое с помощью воздуха компрессора есть пистолеты которые работают на раздражение то есть ну подается воздух и с помощью разряжения затягиваться вода и он получается как типа наподобие керхера да то есть принцип работы как вот такой пистолет промывочные только что там ну все покомпактнее сделано и все то есть было бы как на пескоструйном аппарате суешь две руки туда в перчатках окошечко посмотреть и с помощью такой мойки это думать самую большую грязь если с посудомойкой не получится то дело сделаем самодельную но охота бы купить ультразвуковую ванну но парни там ценники это вообще космическое то есть ванна 500 на 300 и глубиной на 200 миллиметров стоит в районе 60 70 тысяч это офигенный аппарат моет он отлично даже глухие отверстия вы ну то есть промоем но блин ценник пока что пока что я не готов таким тратам потому что недавно покупал компрессор покупал плазморез поэтому бюджет так скажем не резину плюс еще покупка снегохода ремонт и он и пока не тяну зимой в сезон было бы это в сезон конечно бы я наверно жабы бы свою придушил и купил бы ультразвучку мы посмотрим это все со временем приобретаться сразу все не купить если сразу покупать на весь сервис инструмента и всякой хрени это не один миллион все ладно парни всем удачи всем пока катайтесь не ломайтесь ждите следующих выпусках подписывайтесь на канал подписывайтесь на нашу группу вконтакте пишите свои комментарии ставьте пальцы вверх собаки всем удачи всем пока